МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион. У студии Катерина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску Глядзите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ещё одно дорожно-транспортное здоровье и небеспечный пешеходный переоход демонтуют. Посадочный диаметр 18 дюймов. Белшина почала серийный выпуск шин для кроссоверов. Назапасить витаминные ягоды и навод зарабить на журавины ураджайный год. А теперь больше подробя. Знакувейд, Камеруны и Аман переобуются у белорусские шины. Пробную парту Гумы поставила Бабруйское предприемство Белшина. У вогуля и чинный вытворца автомобильного обудка мае партнеров у 70 краинах света. Промыслоуцы упевнены, знайдуться покупники и на самую великую шину. Вагое маль 6 тонн и больше за 4 метра в вышиню. Про тяг темы в наступном материале. Капатермаць якостную шину, потребны некальки десятков мудро-гелестых рецептов. Например, у основе Бабруйского обудка автомобиля натуральный каучук. У Индонезии яго отрымливают соком лешная рослина гивея. Венджаны на ореховых пилаваньях он поставляется на завод. И у кожной части шины свой рецепт. В рецепте используется порядка 15-20 ингредиентов разных. Начиная от каучука, ускорителями, наполнителями, противостарителями. Используем то сырье и материалы, которые используют мировые производители. Все лето у рецепты додали еще и диоксид кремния, який умацевал сцепление шин с мокрой дорогой. У вынику высокотехнологичная вытворчасть, яку створили дякуюши масштабной модернизации. Наприклад, завода массовых шин, на что спотребился свыше 100 миллионов долларов, смогла реализовать самые амбициозные планы. У листопаде для Белджи отгрузят свыше 1000 новых 18-дюймовых шин, которые на тестах первых зашли аналоги по интенсивности разгона, эффективности торможения. В наступном сезоне яны з'явятся и у продажи, как забеспечить внутренний рынок. Не меньше складанный и новый процесс освоили и на заводе с вышбойно-габаритных шин вытворчасть 6 тонников, больше за 4 метры у вышиню. Такого обудку для карьерных самосвалов да гэтуль у Беларуси еще не выпускали. Это выпуск шин с посадочным диаметром 57-63 дюйма. В настоящее время 57 дюймов прошли стендовые испытания на заводе. Собрана первая шина с посадочным диаметром на 63 дюйма. Напереде карьерные испыты, а так само пошук покупников с уликом попыта в свете гэта будзи нескладана, упылнены на заводе. Тембольш, что якость бобруцких шин уже вядома далека за межами. Вытворцем мая партнера у 70 краинах. Андрей Шуляк, Андрей Ястребу, Новинрегиона. Все летая к Николе ураджайны на журавіны год. Аблспожил Союз, закупил у насельництва гэтых ягад у 2,5 разы больше, чем летась. Отповедно, больше реализована продукция украины заходней Европы. Каштовная ягада у ассортименте и на айчинных полицах. Про журавіны цікавилася Татьяна Сергейчик. Сбор журавіны давно завершился, однак на рынках свежая ягада у наявності. Для дома гэтакладзість вітаминов, а яшы і простора для розных кулинарных рецептов. Конечно же, в капусту, в салаты уже люди добавляют, многие вместо гранатовых зерен. Много рецептур. Ну, вот так. Варенье морсы, варенье уже и с грецким орехом варют, с апельсином. Пироги печем, кисель варим. Ну, это одна із полезных ягад. Она подвергається до заморозки. Либо простой способ хранення, можна просто в простую потребецьку тару наліть немножко воды. І она доволі такі неплохо храніться. Определённый період времени. Сбор дикорослых ягад папаўняю тымліку і бюджет вязковців. Сюліта чарніц было мало, а вось для журавін год аказаўся урожайным. Многие избирали ягоды целыми семьями. Закуплено продукцией более 130 тонн. Объёмы к уровню прошлого года увеличены более чем 2,5 раза. Населению выплачено за данную продукцию порядка 400 тысяч рублей. В текущем году были умеренные доступные цены. Закупочные порядка 3-3,5 рублей за кілограмм. Данная продукция весьма пользуется спросом у населения. Часть продукции реализована на рынках області. Ямаль-полову абьёма ўжыравін, што закупілі сёліта ў населінства, реализывали Украины Євросоюза. Основный споживец Польша. Як говорится, им товар, нам валюта. Татьяна Сергійчик, Миколай Соболёв, Новины региона. По традиции, звернуться с пытаннями до представников улады жихары в області змогуть ў суботу, 18 листопада. У Могилёві і Бабруйську, і во усіх райвыконкамах Могилёвшыны так сама пройдуть промые телефонные лініи. З 9 до 12 годин у Могилёвскім абылвыконкамі промую телефонную лінію проведе керавник справами Рыгор Воронін. Да яго можна звернуться с пытаннями по контролі за выконанням документов ті па работі са зворотами громадзян і юридычных асоб. Телефануйте, нумар у Могилёві 50 18 69. У Могилёвскім гарвыконкамі ваше телефонування будзе прымаць старшыня Гарадського савета депутатаў Сергій Иванов. Телефануйте 42 21 02. А наміснік старшыні Бабруйська гарвыконкамі Александр Маркачоў адпаведна будзе прымаць ваше заувагі на сваім місце. 18 листопада да яго можна будзе пателефануваць па нумары 76 21 41 у Бабруйску. Звейншамаркі сутыкнулися ў центры Могилёва. Як паведаміли ў дзярш аутоінспекцій, вадзіцель аутамабіля Форд, які рухаўся па вуліце Піанірскай пры павароця на вуліцу Ліпішынскага, не саступіў дарогу Сітраэну. Той нахудкасті ўрезаўся ў правы бок Форда, яго кіроў сатрымаў травмы, мушыну шпіталізавалі. І ў Могилёве пачаўся дымантаж пішаходнага перахода без світлафораў на вуліце Якубуўскага. Дарожны знакі пішаходны пераход змянили на пераходу Няма. Зебры замалюваюць, на тротуарах ставяць поручні. Непадалёк ад пераходу, які дэмантіруюць, справа і злева знаходіцца зебры со світлафорамі. Як паведаміли ў дзярш аутоінспекцій, арганізацію дарожнага руху на гэтым участку перагляделі ў тым ліку за дарожна транспортна газдарэння, яку адбылося тут вечарам 12-го листапада. Тады непасрэдна на пішаходным пераходзі Фольцфагін збіў маці з дачкою і мушчыну. Аццелесных пашкоджыню 34-гадовая жанчына памёрла на месцы. Восьмігадовую дзяўчынку і мушчыну с травмамі шпіталізавалі. Па факці гіблі слэдшы камітэт завёў крымінальну справу. Дарэчы, і месяц тому, мінавіта на гэтым самым месцы, машина збіла пішахода. Ён памёр. Па інформацій ДАИ СЁЛЮТА, за порушення правилу проезду пішаходных пішаходів, отбылось божь за 40 дорожна транспортнах здарэнняў. Три чоловекі загінули, 43 отримали травмы. Необходимо всегда убедіться в безпасності, в том, що все машини остановились. Ну і, в свою очередь, водителям, всегда подъезжая к пішаходному переходу, особенно к нерегуліруўаму. Нужно повысить своё внимание і сбросить скорость. Гарадскі ўлады плануюць реконструкцію вулицы Якубовскага і реорганізацію на ёй дарожнага руху. Сё лёта гэта ўжо трэці Могилёвскі пішаходный пераход без світлафоров, які демонціруюць. Плануюцца ліквідаваць яшчэ дзін. Аліся Рыбалка, Сергей Карпяко, Денис Бутылін і Віталь Вопсю. Новіна РГІЁна. Академічный хор Могилёвскага філяла Беларускай академіј музыкі под яе кіраўніством отрымаў шэрых узнагарод республіканскіх і міжнародных конкурсав. Шэсь прэмій спеціальнага фонду президента по патрымце італіна Вітай Молодзі. Харавыдіяч Ирина Пікарска адзначыла свой ўбілей. Сама яна уладальні прэмій досягнення, медалю святых Кірила і Міфодія і інших пачесных узнагарод. Дайе майстер-класы ў Беларусі, Расіі і Македоніі займаецца навукай. Светкавання ўбілею па традицій прайшло ў выглядзе концерту. У Могилёвскім палацы спорту і легкатлітычным манежі олимпійца пройдуць юнацкі спаборніцвы пас ўшасным пятиборўі. Асабліваць гэтага виду спорту ўтым, што дзіцяшыя турніры проводзіца па праграме двуборўя, ў плавані і безя. Толькі пасля 14 гадоў спортсмэны ў рамках сучаснага пятиборўі пачынаюць займацца фехтаванням, потым стральбой і конным спортом. Для нікатарых ў дзіцькав ў гэтэ спаборніцвы стануць першымі. Зусім недаўна яны прайшлі пачаткову падрыхтавку ў басейнах і цяпер вырышылі паспробаваць сябе ў пятиборўі. Падзея разгорнуцца ў пятніцу, ў палове дзівятага пачнецца плавання, а ў 13.00 – бег.